Музыка Чтобы увидеть такое количество шедевров живописи, обычно нужно пройти десятки залов и ни в одном музее. Увидеть их вместе, да еще почти дома, это большая удача и истинное удовольствие. В Тель-Авивском музее искусств открыта выставка «Модерн Тайм» – 50 работ великих европейских художников конца XIX – середины XX веков, включая несколько скульптур Родена, Бранкузи и Пикассо. Это сливки уникальной коллекции импрессионистов и современного искусства художественного музея Филадельфии, одного из самых больших и известных в США. А сама выставка – плод замечательного сотрудничества Тель-Авивского и Филадельфийского музеев. Журналистам свои сокровища представили американский куратор выставки Дженнифер Томпсон и израильский Сюзан Ландау, директор Тель-Авивского музея искусств, который, собственно, мы и обязаны возможности увидеть эти шедевры. Идея родилась случайно. Я была в мае в Милане. Там была встреча друзей нашего музея. В это время в Королевском дворце Палаццо Реали я увидела эту выставку, восхитилась и подумала – вау, как бы ее привезти в Тель-Авив? Выставка в Милане состоялась благодаря сотрудничеству Творца Реали и Филадельфийского музея. И картины должны были вернуться домой. Но я подумала – а нельзя ли по дороге в Филадельфию сделать остановку в Тель-Авиве? Наши друзья помогли мне выйти на директора музея Филадельфии и его совет. Они согласились и дали разрешение. С этого момента мы работали в очень тесном сотрудничестве с коллегами из Филадельфийского музея. Поймите, выставка в Милане только закрылась 1 сентября и уже открылась в Тель-Авиве. Это была настоящая операция. И все поддерживали, помогали в такое короткое время поднять проект такой сложности. Экспозиция выставки охватывает 90 лет европейского искусства. От импрессионизма и символизма до абстракционизма и сюрреализма. Работы величайших мастеров того периода разных течений и концепций. От Эдуарда Моне и Ренуара до Сальвадора Дали. Критики-современники называли картины этих художников провокационными и экспериментальными. На выставке отражена также история и деятельность американских коллекционеров, которые одними из первых в те десятилетия признали ценность нового искусства Европы. Что, по-вашему, здесь самое интересное? Сложно сказать, но есть работы, которые я лично очень люблю. Например, это картина Кандинского. Очень мне нравится картина Мэри Касса от начала экспозиции, портрет ее сестры Лидии. Люблю картину Пьера Бонара в честь его друга, скульптора Майоля, с которыми они обменялись своими работами. Скульптура в работе Бонара – подарок Майоля. Это показывает удивительную и интересную связь между художниками, их споры и взаимовлияние. Все эти работы впервые в Израиле? Да, все произведения первый раз в Израиле. Так что это редкая возможность увидеть и насладиться выдающимися произведениями этого периода, который был великим моментом в истории искусства. И как долго продлится выставка? Выставка будет открыта до 2 февраля. Так что есть у нас немного времени, и я надеюсь, что многие придут и получат удовольствие от уникальной возможности увидеть такую выставку в Израиле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok